С 9 мая вас и Христос воскрес. Пожалуйста, скажите имя вашего отца и фамилию, имя вашего брата и фамилию, которые воевали, ну и вас. Отец Яков Петрович, фамилия Васильев. Откуда родом? Курская область, Конышевский район, есть такой район, село Старое Белица. Слышал даже когда-то. А брат, он уже там же жил или в другом месте? Нет, он брат Васильев Михаил Яковлевич, 1921-го, но это не совсем так он. Приблизительно. Приблизительно, но там официально 21-го, а на самом деле он 1923-го года рождения, знаю хорошо, потому что это старший мой брат, а я с 26-го года рождения, он на 3 года был. А ваше имя, отчество, как и фамилия? Анатолий Яковлевич Васильев. То есть тоже вы как родные же братья? Родные, конечно. Я вам расскажу одно. В детстве у нас был знакомый, он, чтобы не идти на фронт, приписал себе 5 лет. Значит, не дописал 5 лет. Значит, он не попал в последние буквально месяцы войны, и в первый же буквально месяц он попал в танки под обстрел, и полностью весь обгорел. Но самое страшное для него, ну он был тяжелого характера, издевался над своей женой. То есть, знаете, ну его нельзя назвать трусливым, ну вот так рациональный человек. И вот уже когда, допустим, ему 60 лет, а ему же уже 65, а ему все 60, поэтому. И вот тогда он начал страдать. То есть он не столько страдал от того, что на войну поздно пошел. И вот такие вот были вещи. Вот вы рассказываете о своих родственниках, которые воевали и которые не приписывали ничего. Наоборот, если 23-21, то получается, что ваш брат получился старше, чем по возрасту. То есть он мог уйти на фронт раньше, получается. Он пошел туда. То есть были люди разные. Какие люди? Он поступил было в техникум, в педагогический техникум. Другого там не было, это сельская местность рядом. Другого еще не было. А ему это не нравилось, эта профессия. Он покрутился. Несколько времени уехал к деду на Донбасс. На Донбасс. К деду, который раскулачен был. Но знал он, где он находится на Донбассе. И он туда уехал. А потом оттуда приехал. И чтобы не массолить свое, не совсем хорошо поступал. Ушел с техникума, а оказался у деда. И он добровольно пошел в эту армию. В 40-м году. А ему было 17-м-м лет. Можно вас еще попросить. Вы говорили вот эти две книги, которые вы составляете. Одна книга. Чему посвящена первая книга, а чему вторая? Если можно... А, первая книга называется «Швецовы жертвы раскулачивания». Вы знаете, в 29-м году сплошная коллективизация. Одни там сопротивлялись. Бухарин там еще и были. А Сталин правил эту все-таки линию. И что интересно. В 29-м год вот этих, тех крестьян, которые получили по Столыпинской реформе, когда продавали землю помещика, оставшуюся без крестьян, а на земля была уже не нужна. И они ее продавали. Выкупные платежи существовали. И они взяли выкупные платежи. И в Париже проматывали эти самые деньги. Вот история Столыпинской реформы. А когда Столыпин Ленин заявлял не только, это в книгах есть, Троцкий, его сподвижник, рассматривали Столыпинскую реформу так. Если бы Столыпинская реформа прошла, революции в России не было бы. Вот чем он был опасен. Столыпин, который вот здесь лежит, его нашли 30 раз, 30 покушений. И я читал книгу Столыпина дочери, где 30 покушений. Наконец они достали его. Достали. А вторая вот эта книга, что вы мне не сказали, содержание. А вторая называется «Брат». Это о ваших родственниках? Это о моем брате, вот этом офицер, офицер-брат, там это так названо, офицер-фронтовик-гвардеец. Это брат. Брат остался жив, приезжал здесь, ну, брат. Вся переписка, письма его, мы с ним переписку ввели. Я в Киеве, а он в Курской области, в селе, в Старой Березе, писал мне письма. Все письма у меня сохранились, и там в этих письмах видно, ну, я резюме потом этих письм сделал, там все. Ну, я бывший, я бывший ответственный редактор студии «Ух и на хроника». Можно вас спросить, вы сейчас сказали, что вы в Совете ветеранов Украины работали в комиссии. Назовите, пожалуйста, эту комиссию. Вы 10 лет... Комиссия по международным связям Совета ветеранов Украины, так она называется. Комиссия по международным связям. Я там выполнял, ну, рядовой, на общественных началах там были, ну, был этот Герасимов, да, он заместитель. Был и председатель нашей комиссии, вот этой по международным связям. Он живой тоже. А кто это? Это Савин Иван Федорович, капитан первого ранга. Мы с ним, оказалось, что мы с ним оказались, ну, непобратимыми. Он моряк, прошедший, ну, он много раз ездил, плавал много раз, много лет. И в том числе и берегом Кореи. А я пешком с этого самого, с Приморского края. Я там долго служил, 8 лет я на Дальнем Востоке. Ну, в общем, мы с ним оказались в одном ключе. И нашли друг друга общий язык, это здорово. Я там не имел никаких. Он был, ну, там в кадрах этой комиссии, это структура. Это мой коллега, он экскурсовод в Лавре, Александр. Саша, родной ты мой сын, прости, пожалуйста. Рассказывай сейчас, пусть пишет, пишет. У нас еще есть пару минут. Она сама потом будет отключаться. Как Савин я нашел? А что тут найти? Интуитивно. Видно все, и так. А это мой сын. А вы сидите. Ты сиди, сиди. Ладно. А вы родственники, да? Да. Ну, это ж хорошо. Александр Анатольевич достойный сын своего отца. Надо ли так? Ну. Самое важное, что все естественно. А это, знаете, я вот его потом беру. У меня есть много таких вот, ну, просто я когда вижу, люди как будто бы незнакомые, но я спрашиваю разрешение, и мне разрешают их снимать. И вот оно в виде, о, к ней пришла. Деточка миренький. Твою ручку, дай Бог тебе. Доброго здоровья. Чтобы ты была всегда такой доброй, красивой. Дай Бог твоим родителям счастья. Спасибо. Я думаю, ты принесешь им счастье, добротой своей. Ну, счастливой тебе. И своим родителям, спасибо. Будьте здоровы. Это же надо очень. Спасибо. И вы. С праздником. Спасибо. С праздником. Да. Это верно. Сюда на склоишной торфейне. Сюда открытия балконы. Верега Болгоновская. Слоишная. Вот это. А вот я сейчас пойду и позвоню. А вы послушаете и помолитесь. Сюда больше. А они поузнают, почему это мы, вернее, попытаются узнать, почему это мы звоним. Но мы-то знаем, что в светлую седьмецу надо знать.